Битву поколений за шахматной доской во Владимире впервые открылся шахматно-шашечный турнир, где встретились школьники и ветераны. Самому младшему участнику 7, самому старшему 95. Михаил Петрович Волосников, участник парада Победы 1945 года. Сегодня ветеран не только соревнуется со школьниками, но и рассказывает, что был на Параде Победы тогда, почти 75 лет назад. И вот ехали, доехали до площади, где, значит, ну, мавзолею Ленина подъехали, дали, значит, такой стяг дали, значит, ну, выпрямили руку с винтовкой и равнение налево, где стоял Иосиф и стороны Сталин. На этих соревнованиях 30 участников, 15 ветеранов и 15 школьников из разных учебных заведений. Еще и студенты медколледжа присоединились к игре. Несмотря на внушительное количество игроков, болельщиков все же больше. Ветеранов пришли поддержать товарищи, а за школьников болеют родители. Всего около 100 гостей. По регламенту одна партия длится полчаса. После посчитываются итоги и определяется победитель. Вот на этой доске с первых минут нешуточная борьба. Елизар никак поддаваться не хочет. Должный соперник такой, соперник хитрый. Да, хитренький такой. Почему? Ну, почему? У него вон сколько, а у нас уже половина нет. Вот поставил сторожа и не вкаплю его. А нам не буду ходить. Соперники неплохие, но мне кажется, им надо еще тренироваться, чтобы они, ну, как бы сказать... Долго тренироваться. Да, я уже тренируюсь пять лет, поэтому, ну, мне это уже нормально. В партии играют как любители, так и профессионалы. Полина недавно участвовала в областном турнире по шахматам. Заняла первое место. Поддаваться девушка не планирует, но отмечает, что играть с ветеранами интересно. Потому что ветераны, даже в своем возрасте, они понимают и они чувствуют игру. Это очень удивительно. Это хорошо. Ну, я думаю, как всегда победит дружба. Это первый подобный дружеский турнир. Организовал его клуб «Ветеран» при поддержке 15-й школы. Нашли судью. Школьники принесли шахматные доски. А некоторые участники подготовили концертные номера. Мероприятие объединяет поколение, считает руководитель клуба. Пусть они вот посмотрят на наших ветеранов. Они победители. Они к ним с душой, в семейной обстановке. Вы понимаете, это наше достижение, что участники войны, вот им хотят показать в семейной обстановке, как это нужно жить. Как ценить жизнь. Ведь каждый прожитый день надо ценить. По итогам турнира ничья победила дружба. Ни школьники, ни ветераны не расстроились. Важна не победа, а участие. Подобные мероприятия будут продолжаться, отмечает Эльвира Осипова. В феврале запланирована встреча с ветеранами в школах города. А ближе ко дню победы в стенах политехнического университета пройдет второй шахматный турнир. Екатерина Корнилова, Дмитрий Новиков, 6 канал.